здравствуйте дорогие друзья меня зовут марченко артем и я преподаватель санкт-петербургской школы телевидения по классу свадебная видеография хочу вам рассказать и поделиться с вами откуда вообще взялось такое понятие как видеография видеографы такие люди которые сами с усами то есть они делают все сами то есть и снимают и монтируют в отличие от видеооператоров и монтажеров как это было раньше откуда вообще возникло такое явление как свадебная видеография замечательная компания canon 2008 году произвела на свет такой фотоаппарат как canon 5d mark 2 что же вы скажете в нем было такого революционного так это поддержка видеорежима вы скажете почему до этого не существовало такого понятия как именно свадебная видеография до этого же свадьбы кто-то снимал и кто-то видео снимал были фильмы передачи и все в таком духе с выпуском данного фотоаппарата стала возможность для всех фотографов видеоператоров и творческих личностей съемки видео с использованием фотографических фотообъективов вы спросите а что такого уникального в данных объективах нам нужно вернуться к истории до появления данной камерой с возможностью записи во первых большем разрешении чем тогда могли позволить себе самые дорогие видеокамеры кроме тех на которые снималось кино этот фотоаппарат снимал в разрешении 1920 на 1080 при условии что камеры такого разрешения не давали в любом случае мы упоминали о том что стало возможно доступно использование фотографических объективов все думаю замечали когда ваши друзья покупавшие купившие новый фотоаппарат зеркальный делали первые снимки и сразу становилось впечатление складывалось впечатление что это великолепная фотография которая достойна лучших наград почему потому что был такой один маленький нюанс который сразу выдавал любительскую камеру по сравнению с профессиональным это размытый фон либо профессиональном языке это глубина резкости грипп грипп глубина резкости это возможность объективов размывать фон либо оставлять в зоне резкости то пространство которое вам нужно те камеры которые были до 2008 года не позволяли по своим техническим характеристикам производить данный вид съемок с использованием грипп и с использованием высокого разрешения кадра поэтому я считаю что 2008 год стал революционным потому что стала доступна такая технология которая была доступна только для кинопроизводства у нас стал высокие высокое разрешение кадра появилось и возможность регулировки глубины резкости так почему же все-таки в современности так много людей которые снимают именно на современные фотоаппараты деселлер либо зеркальные фотоаппараты одной из причин является стоимость вхождение в этот бизнес я считаю что можно разделить на 2 на 2 составляющие это бизнес и это творчество есть те люди которым необходимо данная техника она открыла простор за небольшие деньги для творчества но другие люди такие как я ударились свадебную видеографию и начали на этом зарабатывать деньги совмещая с творчеством многим интересно стоимость минимального вхождения на этот рынок я могу вам перечислить минимальный набор оборудования которые вам потребуется для того чтобы вы начали создавать ваши шедевры во первых вам потребуется ну на сегодняшний день наверное любая цифровая камера зеркальная либо беззеркальная с поддержкой съемки full hd качестве например это canon 5d mark 2 с чего все начиналось вам потребуется минимальный объектив допустим как здесь можно взять широкоугольный либо длиннофокусный с разными значениями диафрагмы я вам могу посоветовать несколько например это там рон 1755 со значением максимальной открытой диафрагмы 2 и 8 в дальнейшем если вам будет необходимо вы будете разбираться более подробно в том какие существуют линзы какие существуют камеры и выберите для себя приемлемую по бюджету и по тем необходимым требованиям которые будете предъявлять к вашей съемке либо к вашим сюжетам скажем так для того чтобы снимать вам потребуется еще один такой немаловажный предмет это как стабилизатор стабилизаторов существует несколько видов и самым таким оптимальным для видеосъемки именно свадебной видеографии я считаю что это является монопод такой как вот этот к примеру либо можно использовать штатив но с ним будет больше сложности потому что это более громоздкая конструкция и при условии свадебной видеографии когда происходит репортаж да происходит много событий изменений сложно очень уследить когда у вас очень громоздкое оборудование минимальный набор оборудования вам обойдется в среднем от 30 до 70 тысяч рублей но вы понимаете что границы у данного диапазона нету потому что 30 если это минимальная это будет стоимость тушки вашего фотоаппарата минимального самого простого объектива и монопода то вы можете уложиться в эту стоимость то границы по приобретению других объективов других разных приспособлений для для съемки свадьбы либо чего бы то ни было нету потому что стоимости на самые профессиональные кинокамеры которые сейчас присутствуют на нашем рынке начинается от 35 тысяч долларов поэтому если у вас есть большое желание начать творить развиваться в видеопроизводстве у вас есть желание начать заниматься свадебной видеосъемкой то милости просим не так дорого стоит начало вашего хождения по видеографии но помните что любым делом стоит заниматься любя и только тогда вы сможете стать настоящим профессионалом до скорых встреч санкт-петербургской школе телевидения